Автодороги Карачаева-Черкесия готовятся к зимнему сезону. Успеют ли дорожники к зиме усилить безопасность дорог, ведущих к курортам республики? Летний лагерь закончился, а приятные впечатления остались. Сколько детей из разных уголков России побывали в этом году в лагерях гостеприимной Карачаева-Черкесии? 10 тысяч рублей из средств материнского капитала. Кто имеет право получить эти деньги и на каких условиях? Дорогу осилит идущий. Масштабные события для любителей конных походов. Кубок Кавказа 2024. Главная цель всадников и какой призовой фонд? Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и руководитель управления Россельхознадзора по СКФО Тимур Ашхунов обсудили вопросы взаимодействия в сфере ветеринарии. Рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере ветеринарии и фитосанитарии, контроля за эксплуатацией земель сельхозназначения и государственного мониторинга пищевой продукции. Рашид Темрезов поблагодарил коллектив Северокавказского Межрегионального управления Россельхознадзора в лице Тимура Ашхунова за совместную продуктивную работу с регионом. Права человека, находящегося в местах принудительного содержания, об этом говорили на заседании в общественной палате Карачаева-Черкесии. Контроль за выполнением прав проводит специально организованная наблюдательная комиссия. Сегодня ее состав пополнился в лице священника Александра Гурина. Присутствующие на заседании обсудили насущные вопросы. Как и прежде, пристальное внимание уделяет трудовой занятости осужденных, их бытовым условиям и содержанию, качеству медицинского обслуживания. Председатель общественной и наблюдательной комиссии Республики Руслан Джанибеков отметил, что грамотно выстроенный общественный контроль усиливает государственные институты. В территории Карачаева-Черкесской республики, получается, есть места содержания заключенных, это изоляторы временного содержания, следственный изолятор на территории Карачаева-Черкесской республики. В единственном экземпляре, как говорится, вот мы осуществляем контроль за соблюдением прав заключенных вот в этих местах содержания. Каким образом мы туда следуем, мы извещаем об этом специализированное учреждение, будь то органы МВД или будь то органы УФСИН Карачаева-Черкесской республики, что в таком-то составе, такая-то комиссия по такому-то вопросу, грубо говоря, будет осуществлять контроль в таком-то учреждении. После чего, грубо говоря, мы едем на место и осуществляем контроль и поставленные перед нами цели осуществляем. Предприниматели из Карачаева-Черкесии представляют свою продукцию на выставке в Москве. Производители в сфере легкой промышленности принимают участие в международной выставке детская мода. Она объединяет сотни компаний, собирая профессионалов индустрии детской моды из более двух десятков стран мира. От Карачаева-Черкесии участвуют четыре компании. В мероприятии организован экспоцентр при поддержке Министерства промышленности и торговли и патронатом Торгово-промышленной палаты России. Участие предпринимателей из Карачаева-Черкесии в выставке стало возможным благодаря содействию Центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. Какие тайны прошлого хранит наша земля? Объединенная археологическая экспедиция авторитетных вузов и исследовательских центров страны завершила очередной полевой сезон на ранее Аландском городище в районе села Красный Курган. Ахмад Халкечев продолжит. В нынешнюю экспедицию под руководством доктора исторических наук, профессора института археологии РАН Дмитрия Коробова вошли специалисты МГУ, Государственного академического университета гуманитарных наук, а также студенты Высшей школы экономики. Штатным антропологом экспедиции является наш земляк, сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова у Нарчагаров. В буквальном смысле остатки из того, что к ним было положено в могилу. Но даже эти остатки представляют собой большой научный интерес. Могильник ранее Аландского периода удалось обнаружить еще в 2012 году. Благодаря большому количеству изученных архивных материалов, различных топографических карт и космических снимков, первым нашли Левоподкумское городище. Ну а дальше с помощью геомагнитной разведки было выявлено и место погребения жителей древнего поселения. Исследования показали, что под землей могут быть катакомбы. Погребение относится к дохристианскому периоду Аллан, а это вторая половина третьего начала четвертого веков нашей эры. Как в плане предметов материальной культуры, типа украшений и предметов вооружения, так и в плане накопления палеоантропологического материала для последующего изучения популяционной истории методами антропологии и генетики. Это очень важно, это очень современные развивающиеся методы, которые практически дают совершенно, открывают совершенно новый значительный пласт информации о прошлом. Особенно это важно в деле изучения народов, бесписьменных народов, у которых своей собственной письменности не бывает. За более чем в полторы тысячи лет на территории не осталось никаких обозначений, которые могли бы указывать на наличие погребений. Земляные раниоланские городища имеются на пространстве, начиная с среднего течения Терека до территории нынешней Карачаева-Черкесии. Само левоподкомское городище, кроме разработки топографического плана, на данный момент практически не исследовано. Субъективное мое мнение, без того, что мы нашли, на мой взгляд, наиболее яркой находкой является наконечник копья, пики, можно сказать, поскольку в письменных источниках Аланы описаны как конные копьеносцы, а наконечников копий не так много найдено в аланских погребениях. Это своего рода было противоречие, но, скорее всего, мы их не находим, потому что они разграблены. Со временем, скорее всего, начнем накапливать те находки из аланских погребений, которые как раз начнут подтверждать сведения из письменных источников о том, как они были вооружены, какая у них была тактика и так далее. В текущем сезоне экспедиция завершила свою работу. Раскопки по плану, как и предыдущие, возобновятся в первой половине августа и продлятся до середины сентября следующего года. Ахмат Алкечев, Ренат Муков, при содействии Учкикен-ТВ. Вести Карачаева, Черкесия. Федеральные дороги Северного Кавказа на 77% готовы к зимнему сезону. Об этом сообщают в Управлении федеральных дорог Кавказ. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения реализуют комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания федеральной дорожной сети СКФО. Управление федеральных автомобильных дорог Кавказа действует 520 единиц дорожной техники. Отметим, что особое внимание дорожники уделяют обеспечению безопасного проезда по популярным туристическим маршрутам к горнолыжным курортам Кавказа, таким как Архыз, Домбай, Тиберда и многие другие. Более 12 тысяч детей отдохнули этим летом в детских лагерях Карачаева, Черкесии. В этом году ребят принимали 110 лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 101 школьных с дневным пребыванием детей. Здесь были созданы современные, комфортные и, самое главное, безопасные условия для каждого ребенка. Отдохнули в Карачаево-Черкесии также дети из Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики. Отметим, что ребята приезжают в республику уже не первый год. Этим летом для 750 юных старобельцев создали 6 профильных смен. Кроме того, впервые Карачаева-Черкесия приняла у себя 257 детей из Белгородской области. Ребята смогли отдохнуть и набраться сил в загородных детских лагерях Домбай и Тиберды. Также был организован отдых за пределами республики, а именно на Черноморском побережье, в Анапе, для 100 детей и 7 участников специальной военной операции. Ребята провели время с пользой не только для своего здоровья, но и узнали много нового и интересного, ведь для них были подготовлены творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия. Продолжаем выпуск. Семьи Карачаева-Черкесии, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Об этом сообщают в отделении социального фонда по Карачаевой-Черкесии. Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале госуслуг, либо в одной из клиентских служб отделения социального фонда или МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Сегодня в Карбадирно-Балкарии стартовал Кубок Кавказа 2024. Это самое грандиозное мероприятие конного мира. Сегодня около 200 всадников выехали из Баксана. Следующая точка – урочище Джилысу. Оттуда в аул Учкулан, затем в Тиберду. После Аксаутское ущелье – Архыз. Конечной точкой станет станица Старожевая Зеленчукского района. Конники в пути уже 6 дней и пройдут они более 300 километров. Маршрут пробега проложен по самым красочным местам Кабардино-Балкарии и Карачаевой-Черкесии. С видом на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Призовой фонд – 2 миллиона рублей. Цель пробега – пропаганда возрождения традиционного коневодства. Всероссийский день физики отметили в школе села Холодно-Родниковского. Учащиеся вместе с педагогом провели открытый урок, на который пригласили и съемочную группу вести. Подробности в сюжете Артуром ХЦ. Всероссийский день физики считается крупнейшим научно-просвидетельским проектом страны для учащихся средних и старших классов. В числе тех, кто ежегодно принимает в нем участие – ведущие образовательные площадки России. На этот раз к масштабной акции присоединились и школьники из села Холодно-Родниковского. В точке роста были организованы открытые уроки, на которых ученики постарались показать все то, за что они любят этот предмет. «Что мы видим на этом рисунке? Планеты. Планеты, пожалуйста, Карим. Мы видим на рисунке планеты. Планеты солнечной системы. Ставим на середину. Сейчас все произойдет. И вода исчезает, и мы берем. Этот опыт можно обратить как к урокам физики, так же и к урокам химии, которым вы в дальнейшем будете изучать. Потому что здесь происходит взаимодействие молекул. Но по физике это у нас диффузия». На занятиях школьники в увлекательной форме стараются донести необходимую информацию. Ведь одно дело преподать все сухо, и совсем другое рассказать, применяя фантазию, заинтересовав ребят нестандартным подходом, например, костюмированным представлением. «Я занимаюсь на курсе физика в задачах. Очень понравилась доступность к изложению сложных тем. Интересный подход. Даже играли в игры. Качество обучения наивысший балл. Очень приятная атмосфера. Чувствую себя комфортно на любом уроке. Спасибо команде «Точка роста». Изучать физику интересно и важно. А благодаря знаниям этого предмета ученикам открывается большое количество возможностей, которые, несомненно, приведут их к блестящей карьере. Сегодня на уроках и внеурочных занятиях прошли увлекательные научные опыты, где дети открыли для себя что-то новое, узнали о передовых достижениях в физике, математике и инженерии. В рамках национального проекта образования в школе сентября 2021 года открыт центр «Точка роста естественно-научной и технологической направленности». В «Точке роста» этой школы у ребят есть возможность помимо физики углубленно заниматься по химии, биологии и технологии. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Педагоги стараются осваивать передовые методики преподавания. То есть делается все возможное, чтобы у школьников сохранить интерес к дисциплинам, научить их работать в команде. Артур Мухцы, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Далее смотрите интервью главного врача Центра общественного здоровья Энвера Байчорова. Слово Белли Джозаевой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.